Сегодня самый трагический день для еврейского народа. Сегодня пост. Давайте вспомним, почему это так случилось, что это день самым трагическим. Тура пишет, что пришли разведчики и сказали, что земля это хорошая, которую высмотрели, но силен народ, который там. Всевышний пишет, что они возводили злую молву на страну, которую высмотрели. И плакал народ в ту ночь. И Всевышний сказал, вы плакали в эту ночь напрасно. Теперь будет плакать в эту ночь не напрасно. Этот день был 9 августа 2449 года. И после этого действительно страшные события происходили именно в этот день. Значит, первый храм был разрушен В 3828 году, вернее в 3338 году был разрушен первый храм. Это был, сейчас даже трудно вспомнить, сейчас немножко подумать. первый храм. Первый храм разрушил Новохадницар, Вавилонский император. Его военный министр Новозарадан его разрушил, сжег его. Царь Шлома построил этот храм, он простоял 410 лет, но за наше конечно поведение, не просто так, Всевышний не мог уже оставить храм здесь. И он был разрушен. И было море крови, это был ужас полнейший. И в 70 лет мы жили в изгнании. Через 70 лет Всевышний нас пожалел. И дал построить второй храм. Его построил царь Зарубавилл. И он простоял 420 лет. После этого, опять печальный день 9 августа, и император Тит, это был римский император, он разрушил, после долгой осады, разрушил, сжег второй храм. Уничтожил огромное количество народа. И мы остались без храма. После этого, была борьба Шимона Баркохбы. Три года продолжалась та война. Отстаивали независимость. И все равно, храм был разрушен. Это не храма. Восстание была подавлена крепость Бейтар в 3895 году. И Бархоба был убит. В 1095 году, это уже по этому летоисчислению, Папа Урбан II устроил первый крестовый поход. В 1146 году В Германии, получается, крестовый поход был в 1146 году. Это было. Бархоба был убит в 1095 году, а крестовый поход в 1146 году. Да, это Германия и Франция пострадали, евреи Германии и Франции. Общины были уничтожены. В 1290 году было и знание евреев из Англии. В 1306 году был издан указ об изнании евреев из Франции. Причем все свое имущество они должны были оставить. Уйти ни с чем. Потом обвинили евреев в эпидении черной чумы в 1348 году. Это обвинение привело к жестокой в волне погромовой убийств. В 1492 году Король Испании Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла Костильская издали указ об изнании евреев из Испании. Мы знаем, что это было. Отправили нас ни с чем. И по этой дороге погибло огромное количество народа. В 1555 году евреи Рима переселены в первое в истории гетто. В 1567 году были переселены в гетто остальные евреи Италии. В 1648 году резня десятков, а то и сотен тысяч евреев в Польше, Украине и Бессарабии, устроенные Богданно-Хмельницким и его сподвижниками. В 1882 году в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости. В 1942 году началась депортация евреев из варшавского гетто. И в 1942 году начал действовать лагерь смерти Треблинга. То есть очень печальное событие. Это именно 9 августа. Это малая часть того, что происходило. Так это совпало. И одно утешение, что наша устная традиция говорит, что в этот день родится Мошеях. И потом будет праздником этот день. Вот так. А пока это пост. Нельзя ни есть, ни пить. И нельзя спать с женой. И нельзя носить кожаную обувь. И умываться нельзя. В общем, это тяжелый день, действительно. Естественно, этот период, который идет с 17 тому за по 9 августа, есть ограничения уже даже начиная с 17 тому за европейских евреев. У сефарских евреев это чуть позже. В общем, в эти дни не устраивают свадьбы. И не веселятся. А с 1 по 9 августа уже нельзя есть мясо и пить вино, кроме субботы. Вот так вот. Естественно, новые вещи стараются не покупать в этот период. В общем, есть ряда ограничений. Бриться нельзя. То есть, очень печальный день. Но главное выдерживать пост. Нельзя ни есть, ни пить. В общем, я надеюсь, что Всевышний, как нам говорят наши мудрецы, он нам жизнь облегчит, если мы будем правильно соблюдать. И даже нельзя в этот день приветствовать друг друга. Настолько это все печально. И в синагогах мы молимся без тфелина, без талиса, в утреннюю молитву в шахарит. Уже в минху мы одеваем тфелит и талит. Тору запрещено учить. Даже тигири не зачитать. Читаем только самые печальные книги. Плачермиягу. И книга пророка Йова, где действительно страшнейшие события происходят. Или учим те разделы Талмуда, которые говорят о разрушении храмов. В общем, вот такие вот вещи. Только тяжелые. И сидеть на стуле обычно тоже нельзя. До полудня мы сидим на низких скамеечках или на полу. Даже и дома тоже так. Не только в синагоге. Но мы будем надеяться, что Всевышний нас пожалеет. И у нас не будет таких печальных дней. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Надеюсь, оно состоится завтра в 15.30. Всего хорошего.